Подарите, подарите мне, пожалуйста, собаку, подарите мне собаку-парабаку, чтоб лохматый комок растянулся у ног, и чтоб в горле комок, и ты не одинок. Человек, собак и друг, но об этом знают не все вокруг. Такой фразой можно обозначить основной лейтмотив встречи владельцев животных, зоозащитников и депутатов. Общество характеризуется отношением к старикам, детям и животным. Но если мы решили убивать животных, соответственно, тогда давайте убивать всех остальных, стариков, детей. Собственный сам митинг – ответ на возможное принятие закона об обращении с животными в Алтайском крае. Особенно пункта об эвтаназии агрессивных беспризорных собак. Подобные меры уже были приняты в нескольких регионах страны. К примеру, у наших соседей – в Горном Алтае и Республике Бурятия. Там умершвленные хвостатые исчисляются десятками. У меня нет собак, которые были бы там с легкой судьбой. Многие настрадались от людей. Поэтому по программе «Эвтаназия» я очень уверена, что они бы просто были усыплены. Зоозащитники уверены – бороться надо не с последствиями, а с причинами. К примеру, в Бурятии эвтаназия ни к чему не привела. Спустя пару месяцев ее отменили. На другой – чаша весов Нижний Новгород, который сейчас считается одним из самых дружелюбных городов России в отношении собак. Там пропагандируют бережное отношение к животным не только на словах, но и действиями. Во-первых, это, естественно, регистрация и учет домашних хозяйских животных, для того, чтобы любой хозяин нес ответственность за своего питомца. Во-вторых, это доступная массовая стерилизация домашних животных, то есть хозяйских животных. Как за законопроект проголосуют завтра депутаты – пока вопрос. Но многие свою позицию относительно эвтаназии и сейчас не скрывают. Виновата же не сама собака, потому что она хочет есть. Виноват человек, который ее сначала приручил, а потом выбросил. То, что не прописано сегодня у нас в законе о том, что эвтаназия запрещена во временных пунктах содержания, соответственно, это будет применяться. Если у нас хозяин в течение 12 дней не нашелся, соответственно, будет применена вот эта процедура. Согласно законопроекту, хозяина будут искать и после усыпления животного. Если найдут, то заплатят за умерщвление своего же питомца сам владелец. Непонятны в том числе и законотворцам моменты касательно самой процедуры. Болезненно ли она будет происходить? Куда потом будут утилизировать животных? Да и вопрос касательно агрессивности собак, как причины эвтаназии, остается нераскрытым. Кто и по каким критериям ее станет определять – тоже загадка. Есть такое понятие – ненормативная агрессивность животного. В федеральном законе такого нет. То есть что это за понятие? Людям это непонятно. Самое главное, что у нас региональные законы не должны отличаться от федеральных законов. Итогом митинга стала резолюция появления в крае зоополиции и уполномоченного по правам животных. К тому же 409 человек подписали обращение к депутатам АКЗС с просьбой исключить из нового законопроекта пункт об эвтаназии животных. Даня Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.